Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем седьмую главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. В предыдущих главах апостол Павел употребляет, переводя одно и то же еврейское слово «башар», различные слова. Он употребляет слово «тело» и слово «плоть». И слово «дух» тоже становится синонимом этой реальности. Для того, чтобы показать, что взаимоотношения между этими пластами бытия, как нам кажется, это вещи раздельные, не состоит в том, чтобы переходить одного к другому, но для того, чтобы преображать, чтобы плоть преображалась в тело, и тело преображалось в дух. То есть очень важный момент именно преображения. И в этой главе речь идет о браке безбрачии, и как применительно к этим реальностям нашей повседневной жизни происходит это преображение плотского в телесное и в духовное. И ключевое слово, которое здесь мы встречаем, это слово «призвание». Точно так же, как в предыдущих главах ключевым словом было, например, слово «суд», здесь таким ключевым словом является слово «призвание». И о призвании будет говориться в середине главы, начиная с 17 стиха, и композиция этой главы построена вокруг этих ключевых слов. Начинает апостол Павел с того, что он получил письмо от коринфин, в котором они задают вопросы о конкретных обстоятельствах их жизни. И очень важно понимать, что в наших переводах, где не стоят кавычки, нужно очень умело различать, что говорит сам апостол Павел, что ему говорят коринфины. Коринфины говорят то, как они поняли апостола Павла, и на этом играется разнообразие смыслов. Коринфины поняли проповедь апостола Павла таким образом, что вообще мужчины и женщины не должны иметь брачных отношений. И для того, чтобы понять контекст, когда возникают эти вопросы, нужно себе представить, что первое поколение христиан живет очень напряженным ожиданием конца времен. Не только христиане, но и иудеи предчувствуют надвигающуюся катастрофу. В воздухе атмосфера грозы, и все ждут какого-то апокалипсиса. И действительно, в 70-м году будет разрушен Иерусалимский храм, но уже все в воздухе предвещает будущую катастрофу. И поэтому возникает вопрос, Христос придет очень скоро. Но в тот момент, когда Он придет, если Он нас застанет тем, чем занимаются мужчины с женщиной, или, например, если я заключил сделку, или я дал кому-то деньги взаймы, ну вот придет Христос, вернутся ли мне эти деньги или нет. Поэтому вопрос ставится в плоскости того, если придет Христос, то действия, которые мы совершаем в повседневной жизни, они имеют какое-то значение или нет. И в первых стихах этой главы апостол Павел дает, может быть, самое прекрасное определение браку. Он говорит о равноправии мужчин и женщин. Нам это покажется несколько, может быть, необычным. Его слова мы легко можем истолковать превратно. Нечто подобное он говорит в послании к Ефесиным. Вот те самые знаменитые слова о том, что жена убоится мужа, и муж будет господином жене. Но мысль апостола Павла, согласно представлениям своего времени, направлена совершенно к другому. К тому, что в браке должно быть равноправие и взаимность. И поэтому здесь тоже говорится, муж оказывает жене должное благорасположение. Это ключевое слово благорасположение, которое означает, муж должен заботиться о самых необходимых потребностях своей жены, то, что необходимо ей для жизни. Точно так же, как в послании к Ефесиным, он приводит пример Христа, который заботится о церкви, как человек заботится о своем теле, согревая, питая, ухаживая за ним. Точно так же и здесь благорасположение. Это означает очень внимательное и заботливое отношение к своему супругу. Подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Конечно, эти слова звучат какой-то революционной мыслью для современников, поскольку здесь муж не представляется господином жены. Но в браке реальность такова, что ты сам себе не принадлежишь. Брак – это отношения, в которых человек свободно себя дарит другому, и он обретает эту подлинную свободу именно через этот взаимный дар. Настолько, что ты сам себе не принадлежишь, но ты принадлежишь другому, и это взаимно и обоюдно. И поэтому не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искусшал вас сатана невоздержанием вашим. Опять же, здесь апостол Павел говорит «не уклоняйтесь». «Не отвергайте друг друга». В каком-то смысле это отзвук заповеди Христа «любите друг друга», или как в другом месте апостол Павел скажет «прощайте друг друга, как Христос вас простил». «Любите друг друга, как вас любит Христос». Также не отвергайте друг друга, как вас не отвергает Христос. Супруги могут на время отдалиться друг от друга, но при наличии трех условий. Это взаимное согласие, лишь на некое непродолжительное время, и только для того, чтобы себя посвятить молитве и посту. Никаких других извинений для того, чтобы супруги друг другу отказывали в супружеской близости, быть не может. Иначе это будет неким искушением от сатаны, невоздержанием вашим. То есть, опять же, мысль апостола Павла не в том, что супружеские отношения являются неким искушением сатаны и каким-то нечистым делом, но наоборот. Здесь разговор об искушении относится к вопросу поста и молитвы. Молиться и поститься для того, чтобы не искушал вас сатана. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Понятно, что о браке здесь говорит человек неженатый, человек, который живет в безбрачии, и поэтому он считает, что его положение может быть более привилегированное, чем то положение, в котором оказываются супруги. Поэтому безбрачным и вдовам говорю, «Хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Здесь очень важно понимать, что если бы апостол Павел говорил о воздержании от брака ради воздержания, то это был бы чистый пуританизм, и это совсем не отражает глубину понимания апостолом Павла этой реальности. В действительности проблема совсем не в природе брачных отношений, а в злоупотреблениях, нежели разжигаться, имеется в виду, когда другой партнер, другая сторона брака становится предметом разжигания, вожделения. И затем апостол Павел рассматривает несколько других смежных ситуаций. Во-первых, что делать в супружеской паре, если один из супругов не крещен? И здесь апостол Павел обращается как раз к этой реальности призвания. В некоторых переводах говорится о том, что нужно оставаться в той ситуации, в том положении, в котором Господь тебя застал, в том положении, в котором Он тебя призвал. Если Он тебя призвал, и ты был человеком женатым, то ты оставайся женатым. Если ты был замужней, то оставайся замужней. Если был холостым, то оставайся безбрачным. Отдельный вопрос станет о тех, кто находится в каком-то предварительном состоянии, то есть, например, люди еще не женившиеся, но помолвленные. Имеют ли они вступать в брак или лучше воздержаться? На все эти вопросы апостол Павел отвечает, при этом говорит о самом главном. Вот это слово «призвание» является ключевым для адекватного понимания мысли апостола Павла. Оно возникает в 17, затем в 20 и в 24 стихах. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьей». Здесь, конечно, каждое слово заслуживает отдельного комментария. Речь идет прежде всего о иудеях, которые стали христианами, уже будучи обрезанными. И действительно существуют некоторые свидетельства о том, что пластическая хирургия того времени позволяла людям, которые были искалечены, например, в боях, немножко исправить свою внешность, чтобы устранить некоторые дефекты. И точно так же некоторые иудейские юноши, для того, чтобы учиться в греческих гимназиях, тоже прибегали к пластическим операциям, для того, чтобы исправить свое обрезание, для того, чтобы не выглядеть отличными от других. То есть эта тема была актуальной, и хирургические возможности были в то время. Поэтому апостол Павел говорит, тот, кто обрезан, не стесняйся, что ты не такой, как все, если вдруг ты оказываешься в общине из язычников. Точно так же тот, кто не был обрезан, не нужно обрезываться, потому что и обрезание, и необрезание, то есть принадлежишь ли ты иудейскому народу, или принадлежишь язычникам, это совершенно не важно. Но что важно? Важно соблюдение заповедей Божьих. И понятно, что речь идет о заповеди любви. Итак, самое главное, это не твоя этническая принадлежность, не какие-то внешние твои ситуации, твой статус, но важна любовь. И это будет критерий, как исполнение заповеди Бога. Поэтому каждый оставайся в том звании, в котором призван. Вот это замечательное слово «звание», оно здесь является переводом греческого слова «калео», которое означает ситуацию, когда человек вызван в суд, то есть это буквально как повестка, явиться в суд для того, чтобы дать свидетельские показания. И это то же самое слово, которое мы встречали в первой главе. Апостол Павел говорит о том, что нужно помнить о своем призвании, кем вы были в тот момент, когда Господь вас нашел. Вы были мудрыми, вы были богатыми, вы были сильными. Нет. Но при том, что вы не обладали ничем этим, вы были призваны в суд для того, чтобы свидетельствовать о чем? О силе Бога, который действует в вашей жизни. Точно так же и здесь. Каждый оставайся в том звании, в котором Господь тебя призвал, потому что ты призван совершенно для другого. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Конечно, каждый из этих моментов заслуживает отдельного комментария. Например, стих, в котором говорится, как должен себя вести раб. Он должен обязательно стремиться стать свободным или извлекать максимум пользы из того положения, в котором он находится, то есть из состояния рабства. И этот стих, он как будто не завершен и двусмысленен, но и то, и другое апостол Павел включает. Если у тебя есть возможность с помощью какого-то социального лифта обрести свободу, то воспользуйся этим правом. Если ты остаешься рабом, то все равно внутренне будь свободным, и тем самым ты извлечешь максимум пользы из твоего положения. Почему? Потому что в действительности и твой Господин, и ты принадлежат Христу. И поэтому во Христе ты свободен и можешь быть внутренне духовно свободным, даже оказавшись в рабстве. Эти слова обладают, конечно, колоссальным источником утешения тем, кто внешне не может изменить свое положение, в котором он оказался в силу жизненных обстоятельств, но внутренне мы всегда можем быть свободными. Для этого достаточно помнить о том, что мы куплены дорогой ценой. И здесь апостол Павел употребляет выражение, которое используется при торговле рабами. «Христос нас купил». Слово «цена» — это означает плата, которую новый хозяин платит прежнему хозяину для того, чтобы купить раба. И вот в этом и состоит вопрос, что такое искупление. «Христос нас выкупил из рабства». И поэтому нужно оставаться в этом новом статусе перед Богом. Дальше речь идет о безбрачных. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Опять же это пишет человек, который живет в безбрачии, и он трезво смотрит на некоторые аспекты семейной жизни, и поэтому с сожалением смотрит на некоторые супружеские пары, и поэтому видит свое положение в привилегированном свете. Но это не означает, что он кому-то предписывает или повелевает. Он это лишь советует. И опять же нужно понимать, что безбрачие – это новая форма жизни, которая была совершенно чужда и языческому Риму, и иудеям. Человек обязательно должен быть либо женат, либо замужем. Люди безбрачные составляли исключение, и в общем-то это воспринималось как нечто очень странное. И говорит человек, который воспринимает свое положение как некое призвание. Поэтому самое главное – это не то, в каком состоянии внешне мы пребываем, но важно, чтобы оно стало пространством призвания, для того, чтобы происходила эта трансформация, преображение плоти в дух. И поэтому, братья, время уже коротко. Здесь тоже несколько необычный термин, потому что речь идет не о том, что нам осталось две минуты, и сейчас войдет Христос. И что мы будем делать? Но апостол Павел употребляет другое слово. Он говорит о том, что время вдруг становится очень сжатым, очень насыщенным и очень драматичным. И поэтому очень важно нечто совершить в этой жизни. Не потому что времени осталось мало, а потому что время становится насыщенным. Каждое мгновение твоей жизни становится фрагментом вечности. И поэтому цель христианской жизни, вот этой трансформации, преображения, для того, чтобы каждое мгновение этого хроноса стал частичкой вечности. Опять же, апостол Павел возвращается к мысли о том, что наше внешнее положение, оно остается внешним, и поэтому приходящим, и поэтому не самым важным точкой отсчета то, что задает систему ценностных координат, это пришествие Христа. И в каком бы статусе ты ни находился, ты можешь радоваться или плакать, заниматься торговлей или быть безбрачным, важно, чтобы каждое мгновение твоей жизни становилось фрагментом вечности. Важно жить свою жизнь, ощущая себя частью Христа. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Если разность между замужнею и девицию, незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Опять же, небольшой пассаж, в котором нам кажется, что апостол Павел просто критикует семейную жизнь и указывает на формы эгоизма, которые неизбежно сопровождают супружескую жизнь. Муж должен угождать жене, иногда это может приобретать такие формы, что человек забывает о Боге. Точно так же жена иногда становится рабыней своему мужу, и Бог уходит в сторону. Но для того, чтобы это не становилось формой рабства, для того, чтобы человек оставался свободным, всегда очень важно помнить, что мы служим Богу, и брак — это тоже пространство служения. И с этим же связана и другая форма служения Богу — аскетизм. И дальше мы увидим, что об аскетизме будет сказано в нескольких главах. В частности, апостол Павел будет прибегать к образу спортсменов. Зачем нужна аскеза? Точно так же, как спортсмен для того, чтобы выиграть состязание, должен заниматься упражнения, совершать, соблюдать определенную диету, потому что если он просто ест шоколад, пьет пиво, то он может не одержать победу в соревновании. Поэтому для победы необходим аскетизм, но аскетизм не как цель сама в себе, но ради чего-то большего. Точно так же и брак, точно так же и безбрачие, и воздержание — это всегда ради большей любви, для того, чтобы служить Богу. И заключается эта глава советам вдовицам. Существует свидетельство о том, что уже в первых общинах возникали сообщества или сестричества женщин, оказавшихся вдовами. И поэтому апостол Павел советует тем женщинам, которые оказались во вдовстве, присоединяться к этим общинам, которые живут посвященной жизнью. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти, за кого хочет, только в Господе. Но она блажение, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия». И здесь мы опять видим с вами о том, что смысл брака не в том, чтобы просто жениться, но для того, чтобы твое соединение произошло во Христе. Потому что наша форма внешней плотской жизни имеет прямое отношение к тем связям, которые нас связывают со Христом. Поскольку мы члены Христа, поэтому наша внешняя плотская жизнь, она отражается на наших отношениях Завета с Богом. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...